Стопнаркотик Нашего движения Это борьба в принципе с наркотиками Но на сегодняшний день Один из самых доступных К сожалению Это так называемые дизайнерские наркотики Это спайсы Курительные смеси Название у них очень разное И разновидности у него достаточно разные И до недавнего времени Это был Почему он назывался легальным Потому что до недавнего времени Внести изменения В перечень наркотических веществ Психотропных веществ Было достаточно проблематично Потому что Предположим Изобретатель этой формулы Начинает распространение Наши правоохранительные органы Пытаются внести его в список запрещенных Это занимает достаточно большой период времени И пока это все происходит Формула меняется Соответственно Он снова становится легальным Он не внесен в список Соответственно не запрещен Значит он легальный То есть меняется список Меняется состав И это бесконечный замкнутый круг И это был бесконечный круг Сейчас федеральная служба По контролю За незаконным оборотом наркотиков Самостоятельно может вносить Эти изменения То есть В этой части Немножко стало полегче Полегче Но не легче в целом Потому что Это продолжает оставаться Большой-большой проблемой Для молодежи Для родителей Которые сталкиваются с этим Приобрести его достаточно легко Стоимость его Небольшая И в общем-то И школьники И студенты К сожалению Имеют возможность это сделать Все-таки легальные наркотики Стали ну не такими уж легальными Ну да Любые наркотики нелегальные Да То есть Поэтому Сейчас просто С юридической точки зрения Это нелегальные категорические наркотики То есть борьба ведется На законодательном уровне Также она ведется Что называется На земле Участники движения Стоп наркотик Борются с листовками Замазывают Надписи на асфальте Вот расскажите Об этой части работы Движения Слава богу Наш город миновала Та волна Которая прошла по Москве Это раздача листовок Различных Визитных карточек И прочей Бумажной рекламы Но к сожалению В Архангельске Очень много Рекламы На стенах зданий Учреждений На заборах На гаражах Эта реклама присутствует Это Короткая надпись Которая понятна Для человека Который Ну скажем так Ведет поиск Где можно И как приобрести Значит Наркотики Мы начали работу С августа Месяца Вышли на первый рейд Честно говоря До Лета Я не предполагал Что у нас вообще Есть такая реклама Но как оказалось Стали присматриваться Стали наблюдать И действительно Рекламы Такой очень много На первый взгляд Она непонятна Для простого гражданина То есть Есть какая-то надпись Да Мы ее не видим Те кто не нацелен На это Мы ее видим Но не обращаем На нее внимание Это короткая надпись С номером телефона С адресом ICQ Либо Скайп адрес Ну и так далее Какие-то ссылки По которым Человек может Вести поиск И вот эти ссылки Как раз используются Для Наносятся для тех Кто в теме Как говорит Современная молодежь Именно их Мы начали уничтожать Вот я сегодня Взял с собой Наше оружие Это баллон с краской Который мы используем В общем-то У большинства активистов Он есть постоянно с собой Либо в машине Либо в портфеле Ну и уже такое Более серьезное оружие Это валик Который мы наносим краску Для того чтобы Замазать эти надписи На которые мы обнаруживаем Но это не единственное оружие Наше движение Имеет свое приложение Разработанное Для мобильных устройств С помощью которого Можно фиксировать Место этой надписи Саму надпись Значит И это приложение Позволяет отправить Эту информацию В ФСКН Для проведения проверки То есть Если вы обнаружили Такую надпись И вы Может быть Вы даже не уверены Что это действительно Та самая надпись Вы можете сфотографировать Будет проведена проверка И будет принято решение Либо Значит Будут проверять И в дальнейшем Будет возбуждено уголовное дело В отношении Виновных лиц Либо Значит Будет дан ответ О том Что Это Ничего страшного Ну то есть Вы боретесь С распространителями Наркотических веществ На их же пространстве В интернете Насколько мы знаем Если завести Запрос Найти спайс В Архангельске Выйдет 70 тысяч ссылок То есть Достаточно легко Все это можно Приобрести Через интернет Ну уже Сейчас Значительно меньше Мы ведем Работу И в интернете В том числе У нас проходят Рейды Не только на улицах Города То есть Не только на улицу Мы выходим Биться с этим Но и На просторы интернета Буквально Недавно Мы проводили рейд В рамках которого Мы обнаружили Больше 200 ссылок Из них Порядка 130 Мы передали В Роскомнадзор Для блокировки Сейчас Мы начали Уже получать ответы Что большая часть Этих ссылок Действительно рабочих Действительно Их блокируют Но Работа продолжается Слава богу По запросу Который Значит Мы вводим Не всегда Идет та информация Которую мы боимся Получить Вот Нас конечно радуют Рейды Когда Ну практически Мы ничего не находим Конечно приятно Что Наша работа Она вот отражается В том числе На интернет пространстве Сергей Вот возвращаясь К подручным средствам То есть получается Каждый ответственный гражданин Может замазать Подозрительную надпись Он Никакой административной Знаете Я вам больше скажу Один из рейдов У нас принимали участие Школьники Значит И Я координировал процесс У нас было порядка Четырех групп И вот группа школьников Отзванивается мне И говорит Сергей Алексеевич Мы не можем ничего найти Я говорю Хорошо Ну ничего не можете найти Ничего страшного Он говорит Нет Можно мы будем Уничтожать надписи Нецензурные слова То есть То есть Даже такой вот способ Проведения рейдов Такого участия Что касается Непосредственно надписи Да Человек может Закрасить ее Но вот если есть возможность С помощью приложения Зафиксировать ее Потому что это тоже Способствует Раскрытию преступлений В этой сфере Движение Стопнаркотик Уже влилось В Архангельск Активно действует Как стать его участником? Ну Для этого Не нужно никаких заявлений И прочего Можно заполнить анкету У нас есть группа ВКонтакте Стопнаркотик Архангельск Там есть информация О том Как можно вступить Заполнив анкету А можно просто Принимать участие В рейдах Мы сообщаем Эту информацию Заранее стараемся Чтобы люди Были готовы И о том Какой будет рейд Потому что У нас был рейд Пешеходный То есть Мы пешим Порядком ходили По городу У нас был Автомобильный рейд Когда передвигались На транспорте В том числе И на мотоциклах И на лошадях Ребята участвовали Конный клуб Нас поддержал На велосипедах Передвигаются В общем Мы стараемся Предупредить О том Какой будет рейд И в нем Можно просто Принять участие Не обязательно Ходить на какие-то Собрания Или еще что-то Мы этого не А кто эти люди Волонтеры Движения Стопнаркот Абсолютно разные люди И школьники И студенты И рабочие И сотрудники Учреждений И государственных И негосударственных Абсолютно разные Есть пенсионеры А почему они становятся Волонтерами У них такой высокий уровень Самосознания Или они все Столкнулись с этой бедой Непосредственно Нет Слава богу У нас нет Тех кто столкнулся С этой бедой Есть примеры Конечно нехорошие Например У нас есть Активист У него Друг Был задержан За Незаконный Сбыт Наркотических Средств В основном Люди Наверное Просто проникаются Вот Этой проблемой Потому что Это действительно страшно Страшно Что твой ребенок Может попробовать Это А этот наркотик Не вдаваясь Подробности Это может быть Первым употреблением И Последующая зависимость Или это может быть Первым и последним Употреблением Мы С вами Видели И наблюдали И читали Новости О детишках Которые в садике Отравились Я Честно скажу Я был Просто в ужасе Когда В Архангельске Было совершено Преступление В отношении Матери И сестры Подозреваемый Убил И Это было Последствием Как раз Употребления наркотиков То есть И все это Очень близко Возле наших детей Практически Вот Пятиклассник Он знает Что это такое Он знает Как это можно приобрести И он знает Как это можно употреблять Дети Это конечно Больше случайность Мне кажется Нет Я не соглашусь Здесь Дело в том Что Складывается Такое ощущение Что Ведется Целенаправленная Работа В отношении Именно детей Потому что Дети легко подвержены Именно младшего возраста Дети легко подвержены Влиянию На них Легче всего Оказать Это влияние И Заразить Этим Легче всего Поэтому Ну Фактически Как это не громко звучит Но под угрозой Наши дети И У меня Дочь У меня сын Я Я переживаю За них Точно так же Активисты Приходят У кого-то Сестра Младшая У кого-то Брат Там И так далее У кого-то Дети Внуки Они Проникаются Этой мыслью И Ну Понимают Просто Что это Действительно Беда С которой Нужно бороться Не то что Бороться Нужно кричать О том Что это Страшное Зло Наступает И Если мы Не будем Ну Хотя бы Каждый Хотя бы Чуть-чуть Вот Баллоном краски Там Кисточкой Валиком Ну Хоть какое-то Приложить Усилие Если мы Этого Не будем Делать То Завтра Может быть Очень страшно Ну А кто Чаще всего Подпадает Под эту Угрозу Большей Частью Это Упущение Родителей Или Это Упущение Тех же Средств Массовой Информации Общественников Что Не проинформировали Не рассказали Вы знаете В каждом Отдельном Случа Это Отдельная История Я общался В силу того Что Ранее работал В отделе По борьбе С наркотиками Я общался С этими людьми Это разные люди Конечно Складывается Мнение Что это Неблагополучные Значит Семьи Но Есть и мнение Что когда Семья благополучная Когда ребенок Избалован Он уже Вот Переходит Стадию Попробовать И это тоже Поэтому Сказать Что вот Какая-то Группа Отдельная Я вот Не решился Это скорее Работа Психологов Медиков Специалистов Все-таки Наше движение Направлено На то Чтобы Не допустить Первого Употребления Не допустить Возможности Задуматься Об этом Ведь Сегодня Мы не только Занимаемся Направлением Борьбы С Распространением Рекламы В очень Скором Будущем Мы Сейчас Ведутся Подготовительные Мероприятия Мы хотим Провести мероприятие Для Молодых Людей Девчонок Ребят Тех У кого Есть собаки Мы пообщались С кинологами И Родилась такая Идея У многих Есть собаки Но не все Умеют с ними Обращаться Ну то есть Элементарные Вещи Мы Наверняка Замечали Людей Которые Гуляют Собакой Кричат Тузик А Тузик По своим делам Бежит Элементарные Вещи Которые Собака Может Выполнять Мы Вместе С профессиональными Кинологами Служебными Кинологами Любителями Будем Показывать Ребятам Как это Можно сделать Как это Можно воплотить Жизнь Стратегия Движения Ясна Какие планы Что ждет В ближайшем Будущем Мы Будем Воплощать В жизнь Проект Нашей Активистки Рабочее Название Дети Без Гаджетов Суть Его заключается В том Что мы Приглашаем Детей От Первого До Пятого Класса Во двор Для того Чтобы Просто Поиграть Без Компьютеров Без Телефонов Без Каких Либо Мобильных Устройств Просто Поиграть В снежки В догонялки Еще что-то То есть Вот Поиграть Во дворе Пообщаться Друг с Другом Потому что Мы Уже Забываем Что Такое Речь Что Такое Рукопожатие Там И просто Личная Встреча Вам Простым Общественникам Не страшно Бороться С такой Огромной Машиной Наркобизнесом Может быть Опасно Ну Может быть Это и Опасно Но Опаснее Если Эта машина Будет Работать Опаснее Если Никто Не будет Препятствовать Этой Машине Сегодня Прилагает Усилия Федеральная Служба По контролю За незаконным Оборотом Наркотиков Это их Непосредственная Обязанность Прилагает Усилия Полиция Которая В силу Своей Деятельности Тоже Сталкивается С этим И раскрывает Преступление Но Этих Усилий Недостаточно И тем более Что они Борются С фактом Случившимся Сегодня Есть Различные Медицинские Организации Которые Уже Борются За человека Есть Слава богу Организации Которые Стараются Донести До Школьников Студентов О Информацию О вреде Этого Но Может быть Имеет смысл Еще и делать Отвлеченные Какие-то Мероприятия Что мы И пытаемся Делать Ну и конечно Это Всем вместе Биться за то Чтобы уничтожить Эту рекламу Чтобы она Не попадалась Вы наверняка Изучали опыт Западных стран Это проблема Она носит Все-таки Эмоциональный характер Или у всех Все одинаково И методы борьбы Тоже одинаковые Или все-таки Есть свои особенности Ну скажем так Все равно У нас Своя страна И Свои обычаи И свои обычаи Жизни И свои обычаи Борьбы С чем-то Поэтому Безусловно За рубежом Есть опыт Но Там в основном Насколько мне известно Это уже Объединение людей Которые Уже страдают Этим То есть Вот это направление Реабилитационное Лечебное У них очень хорошо Развито Что касается Ну скажем так Предотвращение Вообще Первого употребления У них ведется Работа в школах Такая Достаточно большая Активная У нас тоже Она ведется Но у них Есть Скажем так Разные подходы К этому Вот Сейчас у нас Тоже появилась Различная методика Различные Варианты И то есть И школы Сегодня достаточно Внимательно К этому относятся Буквально Недавно Проводился Скажем так Круглый стол На котором обсуждался И этот вопрос И сегодня Школы могут Инициировать Вплоть до Появления Оперативных Работников В Учебном Учреждении Для того Чтобы Провести Профилактические Беседы Провести Профилактические Мероприятия И мероприятия Которые Выявляют Лиц Которые Реализуют Либо Рекламируют Наркотики Сергей Давайте еще раз Напомним Нашим телезрителям Когда Кому И в каких Случаях Можно и нужно Обращаться В вашу организацию Ну Если Есть желание Принять участие В наших Рейдах В нашей Деятельности Я напомню Что мы не только Занимаемся борьбой С наркотиками Но и в принципе Мы стараемся Поддерживать Политику Здорового Образа Жизни И активной Занятости Молодежи Активной Гражданской Позиции Можно Через Контакт У нас Есть Вконтакте Группа Называется Стоп Наркотик Архангельск Либо Через мою Страницу Вконтакте Точно так же Можно выйти На нас Со своими Предложениями Может быть Тем более Что у нас Уже есть опыт Активисты Стали активистами Уже В рамках Нашего Движения Они уже Придумывают Проекты Которые мы Скоро будем Воплощать Будем надеяться Что число Участников Движения Стоп Наркотик Будет Увеличиваться Я благодарю Вас за интересную Очень нужную Беседу И желаю Вам удачи На вашем Благородном Попрещении В нашей студии Был руководитель Архангельского Регионального Отделения Движения Стоп Наркотик Сергей Пономарев Мы увидимся С вами Очень скоро Я желаю Всего доброго И до встречи